Здравствуйте, во-первых, коллеги в определенной степени. Очень хочу сразу же поблагодарить организаторов за приглашение. В общем-то, для меня формат подобных лекций несколько необычен. Научно-популярно я еще не выступал, но все-таки постараюсь вам рассказать о том, чем занимаюсь последние 13 лет своей жизни и, в общем-то, надеюсь вызвать у вас какой-то интерес. У вас сегодня заклон «прекрасная» в кавычках погоды, и я вам предлагаю переместиться немножко очень сильно на юг, в лето, в античную Грецию и, в общем-то, поговорить с вами об этом. Ну, прежде всего, что такое Танос, да? До недавнего времени, я имею в виду известные политические события 2014 года, это был единственный крупный античный город на территории России, который, в общем-то, сохранился в своем первозданном виде и который мы могли, в общем-то, безвозмездно и, скажем так, с достаточно большим успехом изучать. Местоположение – это Ростовская область, хутор Медвиговка, в 45 километрах от Таганрога. То есть, самая такая, с нашей точки зрения, самая южная, в общем-то, часть нашей страны, но для древних греков в период Великой Греческой колонизации это была максимально северная точка, докуда они вообще смогли продвинуться. Именно за Таносом по греческим источникам, по греческим описаниям начинались земли амазонок, земли людей, ходящих на головах, земли ледяных великанов, репейские горы и прочий такой вот момент, который в большей степени связан уже даже не с географией, а с мифологией. То есть, дальше Танос, греки не знали земли и, соответственно, для них за Таносом начинался, в общем-то, тот самый Тартар, те самые земли, в которых, в общем-то, жили уже не люди, а некие такие мифологические сущности, которых греки достаточно справедливо опасались. Следующий слайд можно? Собственно, на снимке Google Maps можно видеть общую территорию памятника. Если мы непосредственно говорим о самом городе, то это вот этот вот четырехугольник, он будет чуть далее, более близко. Но сам памятник, конечно же, заключает в себе не только городище, это и огромный, в общем-то, город мертвых, некрополь, который расположен рядом с ним, который я максимально профессионально изучаю, о котором мы тоже сегодня с вами поговорим. Вот границы некрополя продолжаются вплоть до вот этого вот гигантского кургана бронзового века, размерами, значит, ее диаметр 56 метров в поперечнике, да, высота больше 13 метров. Он насыпан еще в эпоху бронзы, да, когда, значит, янные культурно-исторические опыты здесь существовали. Но для древних греков, которые прибыли сюда, он тоже выступал таким определенным сакральным ориентиром. Именно от него начинался, в общем-то, некрополь, где-то наиты, как звали жители древнего Тана, и сохранили своих мертвых. Следующий слайд, пожалуйста. Вот мы посмотрим, да, несколько ближе, соответственно, на Google Maps прекрасно видно основной четырехугольник городища, который, в общем-то, мы изучаем, и вскрытые площади вот этого памятника. Сразу же, да, немножко об истории. Танис был основан выходцами из Босфорского царства в III веке до нашей эры, и просуществовал по IV век нашей эры, то есть почти тысячу лет. Это был очень большой и очень богатый эмпорий, так греки называли выдвинутые торговые поселения вперед, то есть, но при этом сама доля греческого населения в нем была крайне мала. То есть, только те, может быть, отцы-основатели города, которые создавали Танис как таковой, собственно, были греками. В остальном здесь, конечно же, было очень сильно варваризированное население, и сейчас по ходу слайдов мы с вами это увидим. Как вы видите, площадь городища вскрыта далеко не вся, то есть у нас вот есть основные центральные раскопы с I по XVI, XIX раскоп, на котором тоже открыта часть, достаточно интересная. Во всяком случае, именно на XIX раскопе мы можем говорить о существовании храма, скорее всего, либо Артемиды, как можем предположить, либо, к чему я более склоняюсь, Афинаму ранее. То есть, такого синкретического, в общем-то, божества, оно сосредоточено в себе функцией и греческой Афины, да, все, наверное, прекрасно о ней знают, так и каких-то местных актонических божеств, то есть, ну, подземных божеств, божеств потустороннего мира. А для греков, которые находились в очень таком, скажем так, враждебном окружении, на самом деле, для них очень важно было покровительство на данной территории именно подземных богов, которые, скажем так, хранили их в определенной степени. Далее, вот мы можем видеть кварталы позднеантичного Танеса, это уже в 3-4 века нашей эры, и вот здесь вот начинаются площади Мекрополя, то есть, они тоже достаточно хорошо заметны, раскопаны это буквально исследование 2013-2015 годов, два моих, в общем-то, раскопа. Собственно, помимо основного четырехугольника городища, занятые домами современной станицы Медвиговки, территории также принадлежат городу, мы на территории станицы также проводили раскопки, там находится так называемый Нижний город, то есть, посад, условно говоря, в котором жили ремесленники, местное варварское население, вышедшее за пределы, в общем-то, основных оборонительных укреплений. Итак, повторюсь, Сантанес существовал с 3 века до нашей эры и достаточно долгое время выступал как некий такой контрпункт греческой колонизации в Северном Приазовье. Но, следующий можно, пожалуйста? Значит, но очень долгое время, как бы, об этом городе было известно только из одного сообщения Страбона, древнегреческого историка, который писал, что Танес, расположенный в уште реки Танес, а так греки называли Дон, отсюда, в общем-то, и название города происходит. Это самое крупное торжеще греков и варваров во всем Северном Причерноморье. Но он использовал, да, естественно, греческий термин на берегах конта Эвсийского. И достаточно долгое время вот это вот сообщение Страбона, оно было единственным, что нам сообщало об этом, в общем-то, древнем городе. Впервые связать реальные, скажем так, руины, которые тогда, еще в XIX веке, были доступны для глаза непосредственно с этим термином, с Танесом, попытался Иван Алексеевич Степковский. Он был городоначальником Керчи и в своем путешествии по Приазовью, в общем-то, обратил внимание на то, что рядом с хутором Недвиговка есть некие древние уины, которые местные жители активно, на самом деле, растаскивают на камни и строят из этих камней себе, в общем-то, хуторские дома. И, в общем-то, он действительно обратил на это внимание, написал письмо на имя брата Николая I, святейшего князя, и получил определенное, скажем так, финансирование на проведение раскопок. Но раскопки Степковского, скажем так, не воодушевили его. То есть, по сравнению с Керчи, в которой был на тот момент раскопан уже гигантский, скифский курган Куль-Оба, давший огромное количество золотых и серебряных украшений, которые составляют основу коллекции Эрмитажа, скифской коллекции Эрмитажа, действительно, как бы, скажем так, не обтесанные, крайне руинированные остатки Таноиса не произвели на него впечатления, и, в общем-то, после 1824 года исследования там прекратились. Следующий, кто обращает внимание на этот город, становится Павел Михайлович Леонтьев, профессор МГУ с кафедры древних языков и римского права, который, в общем-то, закладывает ряд траншей. В XIX веке копали не квадратами, а траншеями на поселение. Но он также оказывается крайне обескуражен, поскольку ничего подобного даже крымским греческим городам, не говоря уже о финнах, да, Телопонессе, тех, кто летит Телопонессе, он не находит. Он вообще, крайне, скажем так, недоумевает, а там, если вообще это. Но находка нескольких плит из мрамора с греческими надписями позволяет ему все-таки считать, что это именно находка того самого древнегреческого города. Но раскопки Леонтьева положили достаточно долгий историографический миф создание. Поскольку в те далекие времена, то есть в середине XIX века, еще не было возможности вычленять древности по векам, то есть логических схем было создано достаточно мало, Леонтьев, датируя по монетам, а по-другому он датировать никак не мог, пришел к выводу, что Таноис основан уже в нашей эре, в первые века нашей эры, поскольку монеты, например, там, ремиталка третьего и прочих, это боскожские цари, которые были найдены при раскопках, они, в общем-то, были исключительно уже нового эры. Он пришел к выводу о существовании двух параллельных Таноисов. Одного древнего, который до него, в общем-то, не дошел и неизвестен, и того позднего Таноиса, который раскапывает он. Собственно, дальнейшие исследователи Тизенгаузен, Веселовский, они утвердились на этой мысли. В XIX веке был даже найден рядом городище, Елизаветинское городище, в четырех километрах станицы Елизаветинская, где также было обнаружено древнегреческое поселение. И очень долгое время, до середины 50-х годов XX века, считалось, что существует как бы два Таноиса. Один более ранний, который в результате чего-то погиб, и более поздний, который вот, значит, нашли Ститковский и Леонтьев. Следующий, пожалуйста, слайд. Ситуация полностью кардинальным образом поменялась в XX веке, когда в 1956 году началась экспедиция, возглавляемая Дмитрием Борисовичем Шеллом. Дмитрий Борисович, в общем-то, не разделял точку зрения существования двух Таноисов, и к этому моменту багаж археологии как науки был накоплен достаточно серьезным, чтобы позволять вычленять вплоть до века, да, даже иногда до десятилетия какие-то археологические остатки. И Дмитрий Борисович, в общем-то, находит и планировку позднего министического времени, и специальные надписи, говорящие нам о том, что город периодически подновлялся, надписи были выполнены на классическом греческом, на мраморных плитах. В общем-то, все это позволило ему привести дату основания Таноиса, удребнить ее до III века до нашей эры. Соответственно, и вот эти вот кварталы, то есть вот те с I к XVI, которые вы видели на основной схеме, они как раз принадлежат к этому времени. Учениц Дмитрий Борисович Татьяна Михайловна Арсеньева продолжила изучение Таноиса, и у Дмитрия Борисовича Татьяна Михайловна вышел ряд обобщающих трудов, связанных, ну, под названием Таноиса – Нижний дом в первые века нашей эры, или там Таноис – Нижний дом до нашей эры. Сейчас экспедиции руководят скал Андреевна Науменко в музее заповедника Таноис непосредственно и Сергей Михайлович Юдишенко, непосредственно начальник, в том числе и мой, в рамках данной экспедиции. Стоит отметить также, что Таноис является уникальным, да, опять-таки до присоединения Крыма. Он являлся уникальным памятником, поскольку он не просто археологический памятник, да, который раскапывают, но он тут же, все, что раскопано, тут же музеифицируется. То есть перед нами идет именно вот древний город, как мы его раскапываем, мы его также оставляем за собой, приходят музейщики, значит, все эти кварталы подновляют, и, в общем-то, сейчас любой человек может туда приехать и походить по этим древним улочкам, посмотреть на них. Естественно, сами дома не сохранились, сохранились в основном подвалы от домов, но, тем не менее, в общем-то, ну, сейчас мы тоже это все увидим. Да, следующее, пожалуйста. Вот приблизительно, допустим, так у нас выглядят остатки домов на непосредственной раскопе. То есть здесь мы с вами видим стены постройки, подвал, он в состоянии, да, только вот начало фиксации подвала, понятно, что они уходят глубоко внутрь, может быть на 2, может быть на 2,5 метра. Очень часто в этих подвалах мы, собственно, находим то, чем жили жители данного дома, данной постройки. В основном это, конечно, жанфорный материал. Я еще раз напоминаю, что там есть это эмпорий, то есть торговое поселение, поэтому горожане, по большей части, именно горожане греческого происхождения, по большей части были купцами, которые привозили для торговли с местным варварским населением, в общем-то, дары и лады, да, а что у нас прежде всего могли продавать греки. Это, конечно же, вино, это, конечно же, оливковое масло и зерно. То есть это три категории, скажем так, вещей, которыми греки были традиционно богаты. На самом деле, кроме этого, в Греции, по факту, в Атичной больше ничего и не было. Иначе бы не нужна была великая греческая колонизация, когда они осваивали новые земли для того, чтобы просто не умереть с голоду, на самом деле. Во многом их на вот это гигантские мореплавания их толкала исключительно нужда и необходимость. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, если мы, да, будем говорить непосредственно об составе населения города, то, еще раз напоминаю, он не был чисто греческим ни в коем случае. Греков вообще было очень мало. Несмотря на то, что в основном эпиграфические данные, то есть надписи на камнях и на керамике, которые мы находим, выполнены на греческом языке, само население вряд ли было 100% греческим. Точнее, даже не так. Оно 100% не было греческим. Возможно, какая-то первоначальная община танаитов и составляла, ну, может быть, какое-то греческое меньшинство в городе, но буквально через несколько поколений произошло, скажем, произошло очень сильное слияние местных племен. Это миоты вместе с греками. И позднее, когда, значит, эту миотскую земледрическую округу вытесняют, пришедшие из приурали сарматы. В общем-то, сам Танайс является таким сарматогреческим, даже в большей степени памятником, нежели исключительно греческим. И вот на Некрополе как раз нам очень хорошо заметны вот эти вот следы сарматизации, сарматского влияния для греческого Танайса. Вот, во-первых, очень ярко, да, что мы сразу можем установить, когда смотрим вот на этого милого человека, который умер больше двух тысяч лет назад, это не совсем нормальные пропорции черепа, да, вы обратили на это внимание. Это определенная традиция деформации черепа, принятой у сарматских племен, когда ребенку с детства перематывали жгутами голову для того, чтобы череп рос только вверх. Такие, да, забавные, как бы, моменты, немножко похожие на иммунтян, эти черепа, да, как-то нам по антиби, да, любят это показывать. Соответственно, но это на самом деле именно вот такая традиция сармат, они считали это красивым. Ну, понятно, да, сопроводительная милитая, здесь в данном случае это очень бедное погребение, значит, подросток такой, в общем-то, у него только вот поминальная пища в горшочке вместе с ним на тот свет отправляется. Следующий, пожалуйста. Ну, тут вот более близко, да, следующий. Тут я непосредственно, да, в раскопках его, можем дальше. Второй, значит, очень важный тоже момент, обряд погребальный, это как раз маркер именно греческого населения. Дело в том, что греки детей, а детская смертность в античную эпоху была гораздо выше, чем сейчас, да, как вы понимаете, хоронили в амфорах. То есть, для детей не сооружалось отдельно гробов, для них не рылось отдельных мобильных ям, использованная амфора у нее стекала с горла, туда ложился трупик ребенка, да, вот в очень плохой сохранности, и, значит, вот таким вот известковым, известковой такой пробкой эта амфора закрывалась. Вот такие, значит, не очень часто на самом деле такие встречаются в гребении, но встречаются, это маркирует именно греческий этнос в рамках некрополя, то есть, если мы видим остатки ребеночка, захороненные в амфоре, это, безусловно, грек, либо человек, который находится в рамках греческой традиции. Прежде всего, религиозная традиция, поскольку, как вы понимаете, гребальный обряд, это одна из важнейших факторов религиозной традиции. Амфора – это кувшин? Да, амфора – это кувшин. Большой? Разный, совершенно разный, от вот таких до больше меня, в них как раз. Вот очень тоже интересный момент, значит, погребение, так называемое, с заплечками. Вот вы видите здесь в центре, ну, плен, да, оставшихся от человека, немножко костей, соответственно, оно идет вниз, вглубь, и вот эти вот части, они чуть разрушаются в мобильные ямы, на них, значит, лежали такие деревянные перекрытия. Естественно, научные анализы нам, соответственно, даже вплоть до породы дерева, это бук, который сейчас там не растет, климат тогда был более мягким. И здесь, как бы, такие вот погребения, они являются наиболее характерными для Танаса, рубежа эр. Этническая принадлежность, здесь сказать, достаточно сложно. Единственное, что вот стеклянный сосуд, который здесь расположен, он, судя по химическому составу стекла, был произведен в рейнских мастерских, то есть это уже время Римской империи, да, и с рейна, в качестве, соответственно, какого-то такого торгового элемента, он был доставлен сюда, и, видимо, как один из, ну, может быть, наиболее важных вещей в жизни вот этого похороненного человека, был отправлен с ним на тот свет, в общем-то, в качестве грибального инвентария. Следующий слайд можно? Очень интересный тоже, очень интересный момент, связанный уже с окончанием, с финальной частью существования Танаса, это рубеж 3-4 века нашей эры, это товарищ, как бы, Алан, Аланы, это предки современных осетилов. Собственно, они являются в определенной степени дальнейшим развитием позднесарматских племен. Мы видим, во-первых, это воин, значит, захороненный с полным инвентарем. Вот эта вот ржавчина, которую вы видите, это очень большой, почти двухметровый меч, который расположен рядом с воином. Вообще, в принципе, в археологии погребение с мечом человека почти любых культурных и религиозных моментов является крайне важным. Дело в том, что мечи в древности были очень дорогими, и, ну, если их отправляют на тот свет вместе с покойником, то это определенный, очень важный момент статусности этого человека. Просто так рядовому бы представителю тех же, да, Алан, как бы, меч бы просто не положили. То есть, перед нами человек, имеющий определенную, скажем так, статусность в раннеаланском обществе. Следующий, пожалуйста. И тоже прекрасный момент. На ногах этого человека сохранились сапоги. Когда был проведен, вот это вот сапог, когда был проведен спектральный анализ, оказалось, что они были красного цвета, то есть, это из самого молодого келеночка, выделка, значит, сапог. То есть, тоже очень дорогая, очень статусная вещь, чтобы проведена была, похоронена вместе с ними. Следующий, пожалуйста. Ну, вот опять-таки, да, погребение в амфорах. То есть, просто показать, можно дальше. Вот он лежит, улыбается. Можно дальше. Как элементы погребального инвентаря. Вот вы видите бусики, да, это у нас тетенька уже лежит. А это вот зеркальце. Медное зеркальце, оно, значит, натиралось, на него можно было смотреться, в общем-то. То есть, тоже такие достаточно интересные вещи. Далее, пожалуйста. Ну, это фибулки, то есть, застежки на плащах. Вот этот вот тлен, который остается, это остатки верхней одежды. То есть, органика, скажем так, сильно разложившаяся. Но, тем не менее, в общем-то, какие-то тоже, естественно, научные анализы мы с нее взяли. В принципе, ткани, ну, вот там, в Приазовье, не сохраняются практически. То есть, находки ткани очень уникальны. Вот почему я на этих сапогах акцентирую внимание, что, действительно, ну, наверное, за 100 лет впервые, последние, вот в прошлом году, вот нашли эти сапоги, это первая находка за 100 лет кожи вообще. В подобном культурном смысле. Следующий, пожалуйста. Вот, да, собственно, если мы будем говорить уже непосредственно об инвентаре, который шел, сопутствовал, значит, погребенным, то вот видим. Ну, во-первых, мы уже видим достаточно поздние горшки, сами по себе не лепные, то есть, это вылеплено руками, без применения гончарного круга. Собственно, в них содержалась зоопокойная пища. По всей вероятности, зерно. То есть, насколько вот мы анализы проводили, естественно, научно опять, по нагару, по вообще содержанию внутри горшков, это всегда было зерно. То есть, не мясо, там, допустим, не какие-то вот другие органические находки, именно вот зерно. Ну, достаточно представительно, да, то есть, это вот протупейная пряжка, височные кольца, значит, поясная пряжка, все выполнено из серебра, и достаточно тоже так интересно. Хотя, конечно, грубоватые вещи, но не будем забывать, что там, если это все-таки самая-самая периферия античного мира, и то, что для, ну, то, что выглядит действительно таким бедноватым, каким-то грубоватым на фоне классической античности, там, Римской империи, допустим, да, Центральной Греции, то здесь для юга, для юга России, прежде всего, это, конечно же, были очень статусные вещи. Следующее, пожалуйста. Ну, это вот план Некрополя, просто чтобы вы понимали, я, конечно, понимаю, что не специалисты, здесь достаточно сложно разобраться, но почему здесь он приведен? Очень интересен тот факт, что Некрополь, то есть, вот этот вот поздний Некрополь, который я изучаю, он расположен над слоями более раннего времени, здесь очень хорошо видно. Вот эта вот дорога, которая подходила к восточным воротам города, и, соответственно, когда Таноис в III веке погибает во время нашествия германских племен, то есть, ну, считается, что это годское нашествие, но на самом деле, скорее всего, это были бастарные герулы, еще одни из германских племен, которые тоже со сканзы продвигаются в этот период в Северное Причерноморье, то есть, город погибает в этом нашествии, около ста лет на его территории жизнь не идет вообще, и, соответственно, после уже вот этого вот нашествия пришедшие новые жители, еще раз говорю, да, сарматизированные аланы, они начинают использовать, в общем-то, раньше живую территорию города, в том числе с подъездной дорогой, как свой некрополь начинают в нем хоронить, то есть, видите, да, ряд погребений даже перекрывают эту дорогу, то есть, понятно, что они гораздо позднее появились. Следующий, пожалуйста. Ну, вот, то, что вы видели сверху, курган бронзового века гигантский, он как раз маркирует границы Мекрополя, то есть, там, на самом деле, очень большая территория, почти 4 километра, если, ну, просто имеется в виду от города до кургана 4 километра по прямой, а сама площадь, конечно же, очень большая, там сотни квадратных метров, как бы, ну, несколько квадратных километров, да, по факту, на самом деле, некрополь занимает, то есть, в принципе, некрополь раза в 4 больше, чем самого городища, потому что, понятно, да, что за 900 лет поумирало гораздо больше, чем могло бы жить единовременно. Ну, и, в общем-то, сам курган был насыпан еще в эпоху бронзы, то есть, где-то в 3-м тысячелеке до нашей эры, и потом в него, как это в степях очень часто традиционно бывает, дохоранивали, то есть, в первых, в него дохоранивали скифы, потом сарматы, потом поздние сарматы, где-то рядышком греческие погребения находятся, то есть, вот такая огромная братская могила, на самом деле, расположенная, в общем-то, маркирующая конец вот этой вот зоны Таноис. Следующий, пожалуйста. Еще, да, некоторые вещи сопроводительные, идущие в инвентаре, здесь и женское погребение, то есть, пряслица, гусики, да, определенные, мужское тоже погребение рядом. Следующий, пожалуйста. Ну, вот, собственно, как могли выглядеть, точнее, как выглядели сами само поселение. То есть, это вот уже непосредственно центральная часть городища. Это фрагмент подвала жилого дома, в котором, по всей вероятности, местные жители, торговцы, хранили вино, либо масло. То есть, в амфорах, поскольку подобные подвалы, которые были раскопаны, содержали от 100 до 600 амфор, которые, в общем-то, вполне себе реконструируются, создаются, склеиваются. И необходимо отметить, что в самом Таноисе... Можно следующий слайд? Следующий слайд, пожалуйста. В самом Таноисе подвалы подобного типа, они вот, значит, находятся с огромным количеством амфор. Вообще, Таноисская амфорная коллекция является талонной в мире. То есть, там хранится 60 тысяч разнообразных типов амфор. И, ну, круче только непосредственно в самом районе Керама, да, в Афинах. То есть, район, как бы, откуда называемые эти слова керамика, и, да, это происходит из афинского района, где жили гончары, то есть, район Керама. Соответственно, после афинской коллекции, Таноиска коллекция древнегреческих амфор является крупнейшей в мире. Вот приблизительно вот в таком вот виде мы их находим, раскапываем. Ну, понятно, да, что, как бы, камнями, когда дом обрушался, значит, камнями, землей, все это, они разбивались, разрушались, но при тщательности исследования их потом все можно собрать. Следующий, пожалуйста. Извините, пожалуйста, хоть одна целая амфора была на Афинах? Множество целых амфор были найдены. В том числе, да. Ну, я думаю, что вопрос мы сейчас оставим, да, я скоро уже закончу, и все сможете задать интересующие вас вопросы. Если говорить о позднем Таноисе, то вот даже видно, несмотря на то, что в отличие от, допустим, того же Притекопея, Эстерчи, Таноис не блещет, да, архитектурными какими-то изысками, понятное дело, практически нет колонн, вообще очень мало каких-то общественных заведений, почти нет оптесанных, значит, камней в основании кладок, но даже на фоне вот предыдущего, что мы видели, характерного для классического Таноиса, вот это вот, это уже 4 век, то есть варварский, он очень-очень плох, то есть, как видите, да, то есть, это фактически так. Здесь вот, то есть, имя владельца, и, соответственно, то, что содержалось. При этом надписи на амфорах были двух типов. Это было либо клеймо, еще по сырой необожженной глине, либо надпись на, значит, краской на горлышке сосуда, их называют греческим словом депинтием. Следующий, пожалуйста. Ну, вот как бы, вот так вот выглядит Росков Таноиси, да, вот эта вот рухнувшая обронительная стена. Далее. Терракотовые статуэтки божеств, далее. Посуда, которая характерна для Таноиса, можем дальше. Некрополь уже этого года, девочка лежит, дальше. А то вот, погребальный инвентарь, идущий с ней. Ну, и вот так вот, как бы, вот то, что сейчас, как сейчас выглядит непосредственно музей-заповедник, то есть, если будете в тех местах, то можете туда приехать, походить непосредственно по этим руинам. Это вот город как раз на уровне рубежа второго, первого веков до нашей эры, то есть, классическая античность. Далее. То есть, собственно, тоже фрагменты обронительной стены. Можно дальше. Ну, собственно, наверное, на этом все. То есть, так очень вкратце, попытался вам рассказать вопросы, пожалуйста, какие-то, может быть. Да. А вот сейчас он открыт для туристов? Да, конечно, он открыт всегда для туристов. Вы говорили, что там найден храм. А что конкретно в этом храме был найден, почему он? Почему мы интерпретировали его как храм? Достаточно большое количество терракотовых статуэток. То есть, статуэтки с изображениями божеств, которые находились в подвальной части данного комплекса. Храм я говорю в кавычках, потому что, ну, понятно, что окончательного решения здесь быть не может, поскольку никаких посвятительных надписей там обнаружено не было. Если, например, около западной башни нами была найдена в 2008, кажется, году надпись о том, что там я диафант, это достаточно известный строитель Танаси, подновил эту башню в таком-то году, да, отцарствования там Рескупорида II на свои деньги, то здесь мы, да, конкретно можем идентифицировать, что это оборонительная башня. Про храм такой информации нет, поэтому он идет в кавычках. Но то, что это большое присутственное здание с тремя ступеньками, где находился определенный инвентарь, связанный с религиозными культами, да. А какое население было в Танасе? Численность? Да. Не более 2000, я думаю. Ну, то есть не я думаю, как бы, мы пришли к такому выводу, что вот на основном четырехугольнике спокойно существовать, функционировать могло не более двух, ну, может быть, двух-трехсот, двух тысяч и трехсот человек. То есть понятно, что мы, на самом деле, несмотря на двухсотлетнее изучение памятника, до сих пор не окончательно представляем себе размеры периферии города, то есть то, что в античности называлось Лоумхора, земледельческая округа города. Там, конечно же, население могло быть там гораздо больше. Цифры я, опять-таки, не могу называть конкретно, потому что не знаю. Но сам основной четырехугольник городища около 2000 человек. Как вы поняли, что копать надо именно в этой? Я же в самом начале лекции рассказывал, как его очень долго искали. Собственно, указания из античных источников, то есть это Страбон, Плиний-старший, раскопки Степковского, раскопки Леонтьева, которые привели к мысли, что это именно он. Ну и плюс к 1820 годам остатки оборонительных креплений башен Таноис еще были видны над поверхностью. То есть их не нужно было, скажем так, конкретно искать. Была проблема не в том, что вот, ну, найти памятник. Памятник вот он есть, видят, да, казаки из него таскают камень на своей хатке. Проблема была в том, чтобы идентифицировать непосредственно вот этот археологический объект с Таноисом. Эта идентификация произошла в середине 20-х века. Можно не совсем по теме вопрос? А вот после того, как Россия, ну, скажем так, аннексировала Крым, да? Присоединила. Присоединила, да. Какие ученые там теперь работают? Я прям понимаю, что украинские теперь не могут ученые, а вообще какие-то договоренности все-таки есть в научном сообществе? Те украинские ученые, которые вирусом при домости не заражены, вполне себе работают и копают там же. Крымский филиал НАНУ перешел, стал крымским филиалом ИАРАН. Ничего, в общем-то, не поменялось. С учетом того, что восточно-крымской археологической экспедиции руководил Сан Саныч Масленников, у которого я несколько сезонов копал, это русский исследователь, руководитель отдела полевых исследований, тут археология РАН. Я тоже думаю, что там ничего не поменялось. Я, правда, последние два года там уже не копаю, но, тем не менее, собственно, никакой проблемы я в этом не вижу. Те, конечно, которые со всем вирусом украинфилии поржены, они, наверное, туда уже не ездят. Остальные им, как бы, всегда открыты. Стены оборонительные были высокие? Стены оборонительные достигали 6-8 метров. Очень высокие. Тенаиты опасались степи и справедливо опасались. То есть, помимо разгрома, который устроил Полимон во II веке н.э., вот этот разгром III века, после которого город уже не восстановился, был во многом, ну, то есть, захватчики пришли из степи. И город, да, очень много, скажем так, вкладывал в создание оборонительных креплений. То есть, пожалуй, если сравнивать из синхронных памятников Северного Прочерноморья, то укрепления круче были только у такого памятника, как Иллурат в Крыму, но его брала римская армия силами нескольких легионов, и Иллурат был выжжен полностью. Там избрались степи и все-таки тоже взяли. У других поселений там Мермейкий, Херсонес, Притикопей, у них не было таких оборонителей. Еще я заметил, что между домами очень узкие улочки. Они прям окном окношках жили. Да, 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 да. Каких-то двориков не было. Нет, наоборот, как раз, собственно, наверное, не очень было понятно по вот этим руинам, да, не специалисту. Собственно, вот эти подвалы, они составляли комплекс. Посередине находился двор, в этом дворе была вырыта обязательно, значит, такая яма, в которую погружался пифос, это очень большая амфора, когда стекали воды дождевые, да, потому что, скажем так, с источником питьевой воды, это на самом деле достаточно туговато. И вот эти вот постройки, они организовывали один двор. То есть, один дом был жилой и три, допустим, скажем так, ну, хозяйственных помещений. И вот из таких дворов состояли, соответственно, вот весь город. Как бы вся его основная часть, весь четырехугольник. То есть, получается, что вот на одну семью, да, приходилось вот такое пространство. То есть, дворики были внутри, а между самими вот этим четырехугольником дворов улочки были очень узкие. То есть, разойтись двум людям, ну, то есть, телегу уже не проедут. Но это тоже, опять-таки, объясняется, значит, безопасностью, да. То есть, горожане, скажем так, мирились со скучностью для того, чтобы в большей степени, ну, обезопасить себя в этих рамках. То есть, каких-то классических широких улиц, широких авеню, да, как, например, если вы могли там видеть, там, ну, в Линдосе, там, или в Афинах, здесь, конечно же, не было. Но здесь такой цели не стояло. То есть, город не выступал именно как... Очень сложно вообще, но здесь очень многое можно рассуждать, вдаваться тут. Воспринимался ли Танаит и Метанаис как полис? То есть, воспринимали ли они его именно как классический город греческий, да? Есть возможность думать, что не воспринимали. То есть, все-таки, Страбон достаточно четко пишет про него, что это эмпория, то есть, торговое поселение, не, скажем так, нефункциональный город как таковой. Хотя, безусловно, среди огромного количества панки, которые Страбон в своей географии называет, он только Танаис и некий Парионидис называет городами в Северном Приазове. Все остальное у него поселение или городище. То есть, все-таки, как город, он его воспринимает. Укрепления имели квадратную форму? Да, четвергольную. То есть, каждая, соответственно, каждая часть стены венчалась достаточно большой башней, в которой находились определенные гарнизоны. Нами найдены, как бы, следы пребывания этих гарнизонов, найдены камнеметные орудия, остатки камнеметных орудий, собственно, сами камни, которые они метали, ну и, в общем-то, в целом, прочие моменты. Вообще, конечно, стоит отметить, что, несмотря даже на раздром третьего века, в Танессе, крайне малое количество находок какого-то милитаризированного инвентаря, что дает возможность предполагать, что при подходе степняков к городу он был массово эвакуирован. То есть, возможно, его эвакуировали римские войска, потому что римский гарнизон, точнее, когорт римского легиона, простите, в этот период в Киазове находились. Во всяком случае, следов разгрома города помимо пожара нет. У нас нет мертвых, у нас нет костяков на городище, у нас нет стрел, каких-то прощевых этих, значит, ядер, еще чего-то. То есть, все, что показывает наш штурм, этого нет. Просто город неожиданно оставляется жителями в конце трейтингека полностью выгорает.